От классического бокса до экзотического и айдо. Не пересекая границ округа, люберчане могут освоить около десятка видов единоборств. Ринг соседствует с татами в клубе Яркаев. Под опеку начинающих спортсменов здесь берут ведущие мастера боевых искусств. На матах клуба отрабатывают броски юные дзюдоисты. Японское боевое искусство в округе на слуху, так что в этой секции аншлаг. А вот экзотическое киндо пока в поисках последователей. Мастерство фехтования на бомбоковых мечах в Люберецком бойцовском клубе учит вице-президент Российской Федерации киндо Александр Чевгун. Этот вид спорта подходит от детей с 7 лет до пенсионеров, которым 80. Ты становишься стройным, вот у тебя очень хорошо работает сердце, хорошо прокачана диафрагма, и все органы работают очень хорошо. И у вас появляется чувство дистанции. Показательные выступления мастеров боевых искусств стали частью учебного семинара, который объединил в Люберцах представители разных регионов страны. За движениями единоборцев наблюдал президент Всемирной организации джиу-джитсу Джакомо Спартака Бертолетти. Уже много лет он наставник люберецких спортсменов. Ежегодно навещает борцов, чтобы обучить новым техникам и напомнить о философии боевых искусств. Мы учим культуре. Не просто упражнениям, а культуре. Это самое важное. Культура – это часть нашей жизни. Вместе с иностранным гостем заточенными движениями мастеров боевых искусств наблюдали начинающие спортсмены. Пожалуй, они стали главными участниками семинара. Клуб единоборств преследует миссию вырастить новое поколение чемпионов из юных люберчан. Для этого и повышает уровень мастерства своих тренеров. Главная цель для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных видах единоборств, выбрать те, которые им подходят по характеру, по физической форме и достичь совершенства в том виде, в котором они хотели бы. Сегодня свой путь в мире боевых искусств ищут чуть более 10 юных спортсменов. По всеобщим надеждам число воспитанников клуба единоборств скоро умножится.